В Алматы продолжается судебный процесс по резонансному делу, связанному с убийством врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова. Разбирательство проходит в специализированном межрайонном суде. Сегодняшнее заседание было отложено почти на час. Обвиняемый заявил о плохом самочувствии. Однако медики, осмотрев его в СИЗО, подтвердили, что подсудимого можно этапировать. Суд приступил к изучению материалов дела. Участникам процесса продемонстрировали видеозапись осмотра автомобиля, на котором преступник уехал с места происшествия. В багажнике машины находилось орудие преступления, охотничье ружье, а также кухонный нож. Все это было изъято при задержании обвиняемого. Адвокат потерпевшей стороны заявила, что Шумков мог остаться в живых после первого выстрела в случае, если бы ему своевременно оказали медпомощь. Она акцентировала внимание суда на расхождениях в показаниях подсудимого, данных им в разное время. Если мы будем возвращаться к показаниям подсудимого, которые он огласил в ходе судебного разбирательства, он сказал, что якобы до того, как стрелял, у него состоялся так называемый односторонний разговор, что ему нужно поговорить, и после того, как он увидел какой-то черный предмет, он произвел выстрел. Однако его первоначальные показания, которые, к слову сказать, полностью дублируются последующими показаниями, свидетельствуют обратно. Подсудимый не разговаривал с Юрием Петровичем, он сразу же, незамедлительно произвел выстрел. И в совокупности все его показания свидетельствуют о том, что изначально он имел умысел именно на убийство. И, собственно говоря, реализовал его.